Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня мы с вами будем вязать еще один вариант бабушкиного квадрата. Вот такой вот красивый и очень простой. Для вязания я буду использовать один цвет пряжи, но при желании можно вязать разноцветный мотивчик. А также мне будет нужен крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,75. Начинаем наше вязание с кольцами груми или скользящей петли. Набрасываем ниточку на 2 пальчика, делаем еще один оборот. Вот здесь получается крестик. Между ниточками заводим крючок и начинаем вязать. Вытаскиваем петельку, снимаем с пальчиков и провязываем первые 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в колечко вяжем второй столбик с накидом, третий. Дальше 2 воздушные петли, опять в колечко вяжем связку из трех столбиков. То есть здесь у нас получилось первый столбик из трех воздушных, потом 2 мы провязали. Итого 3. Провязываем теперь первый столбик, еще один, второй, третий. Колечко можно подтянуть, если оно сильно большое, неудобно вязать. 2 воздушные и опять в колечко вяжем еще одну связку из трех столбиков с накидом. Первый, второй, третий, 2 воздушные и колечко провязываем еще 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Затягиваем наше колечко. Смотрите, всего у нас получилось 1, 2, 3, 4. 4 связки по 3 столбика с накидом в каждой и между ними воздушные петли. Теперь в конце ряда, чтобы сразу оказаться нам в серединке угла, мы с вами провяжем полустолбик с накидом. Делаем накид, находим третью петлю и стараемся зацепить одну половинку петли, верхней. И вторую, чтобы вот так вот получилось. Вытаскиваем ниточку и провязываем все петли сразу. Вот видите, мы сразу в углу оказались. Провязываем 3 воздушные, которые служат нам первым столбиком с накидом. Теперь в уголок сюда же вяжем второй столбик с накидом и третий. Вторую часть угла мы провяжем в конце. Теперь вяжем 2 воздушные, находим следующий уголок. В уголок вяжем 3 столбика с накидом. 2 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом в уголок. Теперь 2 воздушные, переходим к следующему углу и провязываем его точно так же, как этот. Вяжем 3 столбика с накидом в уголок. Первый, второй, третий, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И дальше вновь точно так же, как здесь. И здесь провязываем 2 воздушные и уголок. 3 столбика с накидом в уголок. 2 воздушные и 3 столбика с накидом. 2 воздушные и теперь смотрите, нам нужно провязать вторую часть угла, там где мы начинали. Вяжем 3 столбика с накидом и дальше делаем накид и в третью петлю вяжем полустолбик с накидом. Опять стараемся захватить 2 половинки петли. Следующий ряд начинаем с 3 воздушных, которые служат нам первым столбиком с накидом в уголок. Теперь сюда же в уголок вяжем второй столбик с накидом. И теперь начинаем провязывать вот эти столбики. Вяжем вот в этот столбик. Провязываем. Получается, как бы здесь 2, это третий. В следующую петельку 4 и в следующую петельку 5 столбик с накидом. 2 воздушные. Переходим к вот этим петелькам. Провязываем первый столбик. Дальше второй. Третий. Теперь четвертый и пятый вяжем в уголок. Четвертый столбик. И сюда же в уголок пятый. Две воздушные. В уголок вяжем первый столбик с накидом. Сюда же в уголок второй. И теперь провязываем вот эти столбики. Провязываем третий. Четвертый. Пятый. И теперь начинаем повтор. Точно так же, как вязали эту сторону. То есть вяжем 2 воздушные. И переходим к углу. Провязываем вот эти столбики. Провязываем первый. Дальше второй. Третий. И теперь в уголок вяжем четвертый и пятый. Две воздушные. И опять в уголок провязываем первый столбик. Второй. А вот в эти столбики вяжем третий. Четвертый. И пятый. Итак, мы вяжем с вами по такому принципу. Вяжем до конца нашего квадрата. Смотрите, вот я провязала 2 воздушные. Над двумя воздушными после угла. И заканчиваем ряд. Нам осталось провязать половинку нашего уголка. Вяжем первый столбик с накидом. Следующую петлю второй. Следующую, третий. А четвертый и пятый столбик провязываем в уголок. Четвертый и пятый. Теперь полустолбик с накидом мы провязываем в третью петлю подъема. Стараемся опять-таки зацепить вот эти вот две половинки. Это очень, конечно, я понимаю, не сильно удобно. Можно вязать по-другому. Но мне кажется, когда получается захватить вот эти вот две половинки, тогда вот эти вот крайние столбики наши смотрятся более аккуратно и красиво. Все, провязали. Смотрите, все следующие ряды мы будем вязать по такому принципу. Начинаем ряд с трех воздушных, которые нам служат первым столбиком с накидом. Теперь в уголок вяжем второй столбик с накидом. И сразу после угла будем провязывать все столбики. С каждым рядом их будет становиться больше. На это не обращаем внимания. Просто до воздушных петелек провязываем столбики с накидом. Их можно даже не считать. Вот просто сколько у вас получилось в том ряду, столько в этом вы должны над ними и провязать. Доходим до воздушных петелек. И смотрим. Здесь у нас были воздушные петли, значит и в этом ряду над ними мы также должны провязать воздушные петли. Теперь после воздушных петелек у нас идут столбики с накидом. И мы их также провязываем столбиками с накидом. Вот последний столбик перед уголком. Угол всегда провязываем одинаково в каждом ряду. Два столбика с накидом. Первый, сюда же второй. Две воздушные. И в уголок еще раз два столбика с накидом. Все. И после угла мы опять начинаем провязывать все вот эти столбики до воздушных петелек. Дошли до воздушных петелек и теперь над воздушными петлями предыдущего ряда провязываем две воздушные этого ряда. И опять переходим к следующим столбикам. Дошли до угла. Угол провязываем как обычно. Два столбика с накидом. Две воздушные. И сюда же в уголок два столбика с накидом. И все. И по такому принципу вяжем до конца этого ряда и будем провязывать следующий. Давайте я сейчас довяжу и еще раз объясню как вязать дальше. Смотрите, вот он конец ряда. Две воздушные, но двумя воздушными я провязала. И нам осталось провязать вот эти вот столбики и еще половинку угла. То есть над столбиками с накидом мы вяжем столбики с накидом. Вот он последний столбик здесь. И теперь в уголок вяжем два столбика с накидом. И теперь полустолбиком с накидом завершаем ряд в третью петлю. Стараемся зацепить две половинки по возможности. И провязываем. И смотрите, по такому принципу мы будем вязать с вами дальше. То есть начинаем ряд. Любой ряд последующий. Так как начинали всегда. Потом провязываем все столбики. Две воздушные и опять поехали. Все столбики, уголок, все столбики. Две воздушные, все столбики, уголок, столбики. То есть там где у нас были углы, мы их провязываем как углы. Два столбика, две воздушные, два столбика. После углов мы провязываем над каждым столбиком с накидом предыдущего ряда. Провязываем по одному столбику. А там где у нас воздушный, над воздушными вяжем воздушный. И вот по такому принципу мы можем провязать столько, сколько нам нужно для нашего мотива, для нашего изделия. И вот такой вот классный мотивчик у нас получился. В принципе его можно увеличить, провязать столько рядов, сколько нам необходимо и даже получить полноценную, допустим, наволочку на подушечку. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok